Вы полагаете, что меня, как полибея, можно любить, когда вам вздумается? Успокойтесь, меня это уже не забавляет. Вы осмеливаетесь заговаривать со мной на людях. Вы хотите скандала? Пусть все знают, что я вам отдалась. Так давайте, устройте скандал! Скандал устраиваете вы. Ну и что? Я у себя дома. Я передумала. Я ошиблась. Вы меня больше не интересуете. Если вы с вашими куриными мозгами выскочки себе вообразите... Замолчите. Я видела ваш торжествующий вид. Прекратите. Вы на меня смотрели как владелец, вы были первым, останете последним. Прекратите. Вы всего лишь крестьянский сын, ублюдок. Хватит. Убей, если хочешь, убей. Ты хотел меня убить? Видите осколки? Они символизируют чувство, которое я к вам питал. Он хотел меня убить. Жюльен. Жюльен. Жюльен, открой мне. Открой, Жюльен. Жюльен. Прости меня. Я прошу у тебя прощения, пожалуйста. Открой мне. Открой. Матильда. Ты был здесь. Матильда, я утратил рассудок. Я боюсь своих поступков, того, что могу сделать. Никогда, никогда я больше не взбунтуюсь, клянусь тебе. Ты хотел меня убить? Ты всем хотел рискнуть ради меня? Что ты делаешь? Если изменю, напомни, как я крылась быть твоею всю жизнь. Ты меня любишь? Так ты меня любишь? Да, я люблю тебя. Вы знаете, что я вам полностью доверяю. Это сообщение строго конфиденциальное. После того, как вы его передадите, вы останетесь в Лондоне у моего друга, лорда Саффелка, и будете ждать моих указаний. Как ты себя чувствуешь? Что говорит доктор? Говорит, вредно сидеть в запертин. Он прав. Дверь заперта, ставни на замке. Как ты только можешь оставаться в заточении уже больше недели. Садитесь. А еще, говорит, можно развлечься, раз уж я здорова. Вы уезжаете, господин Сарель? Я уезжаю прямо сейчас. И даже думал, что мне не удастся с вами проститься перед отъездом. Вот уже восемь дней, как ваш отец и ваши друзья в страшной тревоге. Он меня изучил, правда, отец? Бывают дни, когда мне все постыло, и вдруг все хорошо. Вот и сегодня все чудно. Суп, кажется, вкусный, а есть совсем не хочется. Счастливого пути, господин Сарель. Хорошо. Хорошо. А теперь повторите все то, что следует передать лорду Грейю. Арсен, прошу вас, оставьте нас. Ну, я слушаю. Вы же не забыли? Нет. Господин Доламоль поручил мне передать вам лично сообщение, и оно должно остаться в тайне между вами двумя. Сегодня нас уже ничто не может спасти от катастрофы. Король Карл X в опасности, как и вся законная власть. Мы стоим на пороге новой революции. Так ты любишь ее или нет? Если любишь, то нужно вернуться в Париж. Даже не знаю, люблю я ее или нет. Право, не знаю. Она такая непостижимая. Будьте любезны, я бы хотел увидеть себя в зеркале. Да, пожалуйста. Ты не знаешь? Нет, не знаю. А порой мои мысли заняты другим. И чем же? Чистой и бескорыстной женщиной, которую любил. Ну, как ты меня находишь? Хорошо, замечательно. А на полная противоположность Матильде? Не думать о Матильде я тоже не могу. И не могу отделаться от мысли, что она может выйти из-за этого кретина. Вот ответ. Подожди, у меня для тебя есть подарок. 56 любовных писем. Все по мерке и точно взвешено. Эволюция чувств, ревность, угроза, безразличие, вспышка нового чувства. Они пронумерованы по порядку. Ваш заказ, сэр, будет готов послезавтра. О, благодарю вас. По два письма в день. Да ты шутишь? Лучше уж пытки, чем я напишу ей хоть слово. Кому? Матильде? Кому же еще? При чем тут Матильда? Тебе не нужно их писать, ты только перепишешь. Скажи яснее. По два письма в день. 30 писем за 15 дней. Через 15 дней ты вернешься в Париж. Найдешь способ, вернешься. И к твоему возвращению она вполне созреет. Кто? Графиня Фервакс. Графиня? У тебя есть возражение? Она богатая вдова, пользуется влиянием в обществе, и у нее лучшее ложе в оперы. Если ты ухватишь сей кусок, это сведет малышку с ума. Скажи мне, а почему 56? Писем они 55 или 59? Потому что эти письма написал мой русский друг Курасов, а ему их вернули. После 56-го ему было отказано в знакомстве. Черный галстук, синий Редингот. Письмо вручишь привратнику, напустив на себя скорбный вид. Если случайно тебя из окна уветит горничная, ты улыбнешься и слегка меланхолической улыбкой. А тем временем с Матильдой ты поступаешь прямо противоположно тому, чего он от тебя ожидает. Ни малейшего упрека. Будь нелюбезен и старайся при этом очаровать. Но и не совсем безразличен, чтобы это не было фальшиво. Она делает вид, что ничего не замечает, но видит все. Когда уходишь, делай вид, что торопишься. Когда возвращаешься, протвори, что немного устал. Что касается графини, письма идут, то она не обращает на них внимания. Однажды, примерно на 35-м письме, ты неожиданно перестаешь ей писать. И тогда, уверяю, у тебя будет вот что. Господину Сорелю лично. Что это? Пакет для господина Сореля. Госпожа графиня к вам сейчас выйдет. Добрый вечер, Жили. Вы созданы друг для друга. Вы мелкие буржуа и выскочка. Это я вам еще лещу. А точнее, плотник, влюбленный в шлюху. Как вы смеете об этом знать не только весь дом, но и весь Париж. Каждый день по письму, а порой и по два. Знает. О чем? Вы от нее всего добились. И весь Париж теперь знает. Она ваша любовница. Я этого не признаю. Меня это не удивляет. Она обожает священников. Вокруг нее их целой рои, каждому хватает. Вы ею пользуетесь, да еще при этом презираете. Она ради вас готова на все, а вы даже писем ее не читаете. Как видно, вас это живо волнует. Сударь, нынче вечером в опере дают тайное обручение. Доставьте мне удовольствие, приходите в мою ложу к восьми часам, после мы поужинаем. Так ты ее не любишь. И потому не читала ее письма. Простите, но в восемь я должен быть в опере. Жулиен, я тебя обожаю, прости меня. Кого ты обожаешь? Кого? Мне нужны гарантии. Гарантии? Да. Пройдет два дня или два часа, и что вы мне скажете? Что я ничтожество? Что вы выходите замуж? Никогда я за него не выйду. Мне нужно кое-что обдумать. К тому же я опаздываю. Прошу вас, мне нужно побыть одному. Вот выход. Грихон. КОНЕЦ Все-таки выбралась. Да чего же хороша. Глаз от нее не могу отвести. Она никогда еще не казалась мне такой обворожительной. Просто сегодня она без ума от тебя. Ты в этом уверен? Представь себе укротителя. Он со своей тигрицей каждый день. Они друг другу доверяют, он ее гладит, она урчит. Но у него всегда под рукой пистолет. Не с места. Напугай ее, иначе ты права. Иначе. 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 Тебе нужны гарантии. Сейчас ты их получишь. Выкради меня, и уедем в Шотландию. Ведь это гарантия. Я готова ко всему, к любым опасностям, к пересудам. Я ничего не боюсь. Нынче же вечером напишу отцу, и он нас прогонит. Он прогонит меня, но не тебя. Нет, ты возьмешь меня под руку, и мы вместе выйдем через парадную дверь. Нет, я не стану писать, я все ему скажу. Матильда, пока ничего ему не говори, я запрещаю. Жду тебя ночью в своей комнате. Жюльен, расскажите моим друзьям про Англию. Его отзывы так остроумны. Каждый англичанин бывает безумным, по крайней мере, на час в день. С ним не соскучишься. Жюльен, Жюльен, где вы пропадали? В чем дело, что-то случилось? Прошу прощения. В вашем письме, что я получила нынче утром, вы сказали, я пишу вам из Санкт-Петербурга. Но почему же оттуда, Жюльен, я не совсем поняла. Санкт-Петербург? Почему Санкт-Петербург? Я у вас его похищу на минутку. Я сейчас вернусь. Идиот, ты переписываешь их механически. Ну, тогда в Европе будут только президенты республик. Не судите меня строго. Я корю лишь себя. Я давно уже догадался, но молчал из дружбы к тебе. А теперь твой черед говорить. Будет исповедь? Да, исповедь. Бедняк, если он узнает, это разобьет ему сердце. Матильда хочет все рассказать. Да сохранит тебя Господь. Его месть будет страшна, и он прав. Мне его жаль, но его месть... Тебе? Жаль его? Он мой благодетель, мне жаль причинять ему боль. Но я его не боюсь. Ты никого не боишься. Тебя не страшит даже Бог. И мне за тебя страшно, сын мой. Весьма рад, что вы с нами, господин Аббат. Подагра меня замучила. Обед нынче поздний, ведь 30 апреля. Одному Богу известно, когда Матильда вернется с кладбища. Ведь вам известна ее мания? Как она пожила? Никогда еще не видел ее столь счастливой. Я даже решился подумать, быть может, нынче она обойдется без траура. Вполне достаточно того, чтобы побыть на кладбище. Этот кросс-зунуа прекрасно на нее влияет. Во всяком случае, помолвка прошла чудесно. Отец графиней я не стану. Я это знал с той самой минуты, как полюбила его. Ибо я полюбила его первое. Я его соблазнила. Трудно в этом признаться, но ведь именно вы открыли глаза на столь достойного молодого человека. Именно вы мне сказали, когда он вернулся из Лондона. Жульен единственный, с кем никогда не будет скучно. Он вел себя со мной почтительно. Но сам очень редко ко мне обращался, ибо прекрасно сознавал огромную разницу в нашем социальном положении. Задейного мною не исправить. Если вы не хотите его больше видеть, мы смиримся с вашим решением. Я всюду был следовать за ним, куда он, туда и я. Это мой долг, ибо он будущий отец моего ребенка. Мы уедем, чтобы избежать скандала. Будем жить скромно. Он может преподавать латынь или литературу хотя бы в Швейцарии. Никто ничего не узнает. Всем будет невдомек, что какая-то мадам Сорель, невестка плотника из Бизансона, это ваша дочь. Замолчи. Прекрати. Умоляю тебя. Ты не посмеешь стать какой-то там мадам Сорель. Скорее, я убью его. Если так, умру и я. Ты не станешь мадам Сорель. Ты не будешь женой ничтожного карьериста. Если он умрет, то я надену траур. Всем сообщу о его похоронах, подпишусь вдова Сорель. Твоей руки просили у меня дворяне из лучших семей. Ты единственный, кем я восхищаюсь. А он, с чего бы он ни начал, непременно добьется успеха. Лишь с моей помощью. Он всего добьется. А если снова будет революция, именно он вас спасет. Но почему он не бежал? Пусть даже ты первая проявила инициативу. Мне даже мысль об этом ненавистна. Отец, ведь вы его полюбите. Пока что он внушает мне лишь ужас. Ужас. Как бы то ни было, надо подумать. Подумать. Должно быть решение. Вам бедность кажется позором, но не мне. Я буду жить в изгнании с мужем и с ребенком. Не говори об изгнании. Ты не знаешь, каково это. Не знаешь, что такое бедность. Тогда поженимся открыто. Мы отправимся в путешествие, а вернемся уже с ребенком. Я не первая, а кто... Мы? Кто мы? Господин и госпожа Сорель? Я наконец-то счастлива. Вы же всегда говорили, для вас нет ничего важнее. Да, счастлива, но как? Пусть он уедет. Ну, послушайте. Ах, боже мой. Пусть уезжает. Иначе я его убью. Мне нужно несколько недель. У нас ведь есть еще хоть несколько недель. Сколько недель? Три-четыре месяц, не знаю. И пусть сейчас же уезжает. Иначе прикажу кому-нибудь из слуг его убить. Он не хочет тебя видеть. Он оставил для тебя вот это. Чтобы ты отправился в Узенбург или в Нью-Йорк, куда захочешь. Он не желает тебя видеть. Не желает тебя видеть. Жульян! Жульян! Я не уеду. Вам не отнять у меня моего сына. Заклинаю вас, оставьте в живых моего сына. Хотите убить, убейте меня. А он пусть живет. Виктор, остановитесь. Кое-что мне хотелось бы знать. Была ли у вас в какой-то момент, так сказать, неожиданная любовь? То есть, как это неожиданно? Вы знали, что у меня тысячи эквиренты, и что больше всего на свете я люблю свою дочь. Вы это знали. Мне трудно поверить, что Матильда первая проявила инициативу. Однако, допустим. Но почему вы не бежали? Это был ваш долг. Я вас просил об этом. Я умолял отправить меня в Лондон за годи. Вы помните? Вы помните? В ваших чувствах не было пошлого расчета? Вульгарного материального интереса? Деньги меня не интересуют. Кто ты? Чего ты хочешь? Я люблю жизнь, и отныне хочу жить ради сына. Вы не можете лишить меня этой любви. И моего ребёнка. И Матильды. Вы себе не представляете, как можно жить без неё. А вот она не сможет без меня. И я буду жить без неё. В моей комнате слишком рискованно. Идём. В четверг я покидаю дом. Я сказала ему, что через месяц уезжаю к человеку, которого люблю. Месяц больше я не могу. Тебе было плохо? Да. Я не могу больше жить без тебя. Я его умолила присутствовать на церемонии. Бывает он вне себя, а на другой день словно бы и ничего. Между нами как будто игра, но теперь уж довольна. Надо, чтобы он принял решение. Какое решение? Надеюсь, он согласится, чтобы свадьба была гласной. Я просил тебя не настаивать. Это не важно. Не важно. Нет, для меня это важно. Предоставь это мне. Я знаю, что делать. Знаю. Ты сильно изменилась. Да. Всю жизнь я жила вяло, как черепаха, а теперь словно птица. А теперь уезжай. Для тебя здесь слишком опасно. Да, забыла сказать. Я расторгнула помолвку. Свидетели на месте. Можно начинать. Быть может, он еще приедет. Они хотят его убить. Ты выиграла, Матильда. Ты избавлена от имени Жильена Сореля. Норбер, вы в храме божьем. Вот предписание лейтенанта гусарского полка господину кавалеру Жильену де Лаверне. У вас 24 часа, сударь, чтобы прибыть в расположение вашего полка. Мой отец дает вам с Матильдой землю в Лунгедоке и по 10 тысяч франков ренты в месяц. Официальная церемония бракосочетания состоится в Париже в следующем месяце. Но я не намерен присутствовать на вашей свадьбе, разве что отец меня принудит. Мы победили, любовь моя. Мы победили. 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 Больше всего их злит, что вы сразу стали лейтенантом минуя чин младшего лейтенанта. Их можно понять. Они еще не такое увидят. Мне и 30 не будет, а я уже стану генералом. Матильда, что ты здесь делаешь? Что случилось? Льевен, оставь нас. В чем дело? Что такое? Расскажи мне, что-то случилось с нашим ребенком? Расскажи, Матильда. Расскажи. Отец тебя проклял навсегда. Ты погиб. Все кончено. Ну, говори же. Кто такая госпожа Дореналь? Почему она написала моему отцу такое ужасное письмо? Почему ты вообще назвал ее имя? Это мать того мальчика, у которого я был воспитателем верьере. Сударь, мой долг перед священными заветами нашей религии повелевает мне говорить со всей искренностью. Поведение человека, которому вы спрашиваете, было в нашем доме чудовищном. Человек все неимущий и алчный, самым гнусным лицемерием пытается создать себе положение в обществе и выбиться в люди. Господин Жюльен Сурель не имеет никаких религиозных убеждений. Я вынуждена смириться с горькой мыслью, что единственный способ, который он нашел, чтобы добиться успеха, это обольщение женщины, которые пользуются в доме наибольшим влиянием. Это все ложь. Все это неправда. Все ложь. Ты веришь тому, что написано? Ты веришь этому письму? Верит мой отец. Да. Конечно. Какой отец согласится отдать свою дочь чудовищу вроде меня? Ведь в этом письме ему меня так и писали. Забудь меня, Матильда. Нет. 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 Считаю своим долгом добавить, что, прикидываясь бескорыстным и прикрываясь красивыми фразами из романов, Жюльен Сурель ставит себе единственную цель – завладеть состоянием семей, принадлежащих высшим классам общества, ибо он всегда их ненавидел. Он сеет несчастья и вечные сожаления. Подайте из милости. Благодарство. Она дала мне золотой! 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 Задержите его. Хватайте его. Осторожно. Не причиняйте ему зла. Не причиняйте ему зла. Не причиняйте ему зла. Продолжение следует. Почему ты написал это ужасное письмо и заклинал меня не отвечать? И запретил мне о тебе рассказывать нашему ребенку? Я была у начальника тюрьмы. Я поклялась, что я твоя жена, что мы тайно обвенчаны. Я добилась всего, даже ежедневных посещений. Я живу в Бизансоне, рядом с тюрьмой, через две улицы. Матильда, прошу тебя, не заставляй меня повторить то, что я сказал тебе в письме. Еду тебе будет доставлять два раза в день мой человек. Во дворе растут деревья, ты можешь там гулять, когда захочешь. Я не хочу, чтобы ты обо мне так заботилась. Ты меня забудешь. Через год выйдешь замуж за Филиппа Круазануа. И будешь счастлива, даже если сейчас тебе это кажется невозможным. Ты должна жить. Тебе обязательно нужно покинуть 16 век, Матильда. У тебя будет лучший адвокат, мэтр Массоне. Он спас десятки убийц. А ты не убил, ты не должен умереть. Ты не убийца. Что ты сказала? Я ее не убил? Я верно услышал? Ты уверена? Мы будем бороться. Я спасу тебя, Жульен. Ты не сделал ничего. Что заслуживало бы такого наказания. Она жива. Значит, я ее ранил. Она, должно быть, страдала. Ведь я в нее выстрелил. Куда попала пуля? Как она себя чувствует? Ты можешь об этом справиться? Я все хочу знать. Да, я наведу справки. Она жива. Тогда, быть может, она простит меня? Как думаешь? Ну, тогда, быть может, в суде ее прощение вас примут как… Суд. Верно, суд. Жульен, почему ты стрелял в эту женщину? Почему? Я должен был себя обезопасить. Красноречие одних, оскорбление других, их газеты, вся эта пошлость. Я предпочитаю умереть с чистой совестью. Если ты умрешь, умру я. Как видите, господин судья, я чувствую себя отменно. Прошло всего лишь два месяца, а я уже смогла приехать в Бизонсон. Вы хотите присутствовать на суде? О, нет. Мое присутствие может причинить вред господину Сорелю. Вы думаете, я требую кара? Я больше, чем кто-либо другой, хочу, чтобы он был оправдан. Но он у вас стрелял. В момент помрачения рассудка. Все в Верьере вам скажут, что у него бывали моменты душевного расстройства. Безо всякой причины он подчас впадал в меланхолию. Мой сын, который его обожает, может это подтвердить. У него есть враги, а у кого их нет? Никто не усомнился в его таланте и уме, в его глубоких познаниях. Вам предстоит судить исключительную личность, господин судья. Он знает наизусть священное писание, он благочестив и чист. Господин Моделамуле, вы написали о нём совсем иное. Я так об этом сожалею. Меня обманули, я потеряла голову. Я понимаю, что это письмо привело его в ярость. Вы признаёте, что именно ваше письмо толкнуло его на этот ужасный поступок? Но он ведь в вас выстрелил дважды, значит умышленно. Но это неправда. Я понимала, что он не ведал, что творит. Я узнала то выражение лица, какое у него бывало во время приступов безумия. Я его узнала. Господин судья, если из-за меня к смерти приговорят невиновного, жизнь моя навсегда будет отравлена. Я знал Жюльена Сарелли несколько лет назад. Как вы говорите его нынешнее имя? Де-Ла-Фернье? Де-Ла-Вернье. У меня с собой письма военного министра. Отец хотел, чтобы у моего мужа был чин старшего офицера до официального признания нашего брака. Неравный брак. Он ведь сын плотника, не так ли? Говорят, что в этом городе ничто не происходит без вашего согласия. Так Маркиз де-Ла-Моль ваш отец? А мой дядя кузен епископа Реймского и вершит все дела в епископате. А жертва? Мадам де Ренель. Ведь она не умерла? Значит, дело вам известно? Бизонсон – городок небольшой. Тут все об этом говорят. Тем более, что… Тем более, что? Говорят, молодой человек был некогда предметом нежной привязанности этой особы и отвечал ей полной взаимностью. Вот что о них говорят. Но почему же он в нее стрелял? Она чувствует себя вполне здоровой. Он совершил тяжкий проступок, но именно проступок… Вы полагаете на почве ревности? Возможно. Она боготворит своего духовника, и тот вертит ей, как хочет. Так почему же он в нее стрелял и прямо в церкви? При всех. Когда службу совершал именно этот кюре? Вы ему поможете? В нашем департаменте выбирают 30 человек присяжных. Я близко знаком примерно с 10 из них. Я бы счел себя неудачником, если бы не сумел обеспечить большинство. Быть может, вам придется укрепить дружеские связи. Здесь 50 тысяч франков. Я готова добавить еще столько же, если… У нас все должно получиться. Правда, второй его выстрел нам сильно осложняет это дело. Жюльен, прошу в последний раз, позвольте выстроить защиту так, чтобы основным мотивом вашего поступка была ревность. Если вы это сделаете, я вас убью. Выходите. Сюда. Расступитесь. Ну что? Нет. Жюльен, если мотив преступления – ревность, все будут растроганы. Все? Кто это все? Меня они уже не интересуют. Я хочу с этим покончить, и как можно скорее. Матильда нашла влиятельных людей, она почти все сделала. Фукая, прекрати. Пусть она делает, что хочет. Ты добиваешься, чтобы я тебе сказал, как я устал от этой девушки. Здорова-волюционная музыка. Ай. Майки. Теперь. Что? Это. Звучит. 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 Жюльен, у нас голоса от десяти присяжных, и ещё пять почти на нашей стране. Я люблю тебя. Мэтр Масане? Друг мой. Друг мой. Ты тоже приехал. И что на тебя нашло? У тебя было всё. Какая же муха тебя укусила? Слушай, видишь, что дама в первом ряду в большой шляпе? Я хочу, чтобы ты ей передал кое-что. Жюльен, знаешь, кто председатель суда? Господа присяжные. Заместитель прокурора был просто смешон. Пустые напущенные фразы, например, «жестокость совершённого преступления», «сын плотника» с непомерным честолюбием и необузданной гордыней, а присяжные откровенно зевали. А он, как держался он? Трудно сказать. Впрочем, у него такой вид, словно ему нужно подготовиться. Похоже, он собирается защищать себя сам. Ко мне подходил его друг, итальянец. Жюльен просил узнать, как ты себя чувствуешь. Он обо мне справлялся. Боже мой. Он спросил, как я себя чувствую. Господа присяжные. Я не имею чести принадлежать к вашему кругу. Ибо не вижу среди вас ни ремесленников, ни рабочих, ни наживших достаток крестьян. Это означает, что судить меня будут люди, мне неравные. За чудовищное преступление, которое я совершил. Я не питаю никаких иллюзий. Я не прошу, не прошу у вас никакого снисхождения. Преступление мое было чудовищным и предумышленным. Я заслуживаю смерти за то, что осмелился посягнуть на жизнь женщины. Женщины достойны уважения. И чисты. Женщины, которую я любил. Которую любил как мать. Хотя свою мать я не помню. И как сестру. Этой женщиной я восхищаюсь. Восхищаюсь безмерно. Ибо только она мне показала, что в мире есть доброта и великодушие. Она одна приоткрыла мне завесу счастья. Итак, я заслуживаю смерти. Меня следует покарать за совершенное мною преступление. Но в этом зале я вижу людей, которые жаждут меня покарать совсем за другое. За другое преступление. В их глазах куда более тяжкое. В этом зале я вижу тех, кто в моем лице жаждет осудить, наказать и сломить новое поколение молодых людей. Людей низкого происхождения. Людей, задавленных нищетой. Людей обездоленных. Которые дерзнули взбунтоваться против вашего презрения. Которые решились выступить против неравенства и осмелились требовать хорошего образования. Тех молодых людей, которые хотят занять свое место в том, что вы, богачи, называете обществом. Вот что в ваших глазах преступление. Взгляните на себя. На ваших лицах ужас. Так сильно вы страшитесь, что у вас отнимут ваши привилегии. Все то, что вы скопили, вами владеет страх. Да, страх. И это понятно. Ибо революция не за горами. Она у ваших дверей. Но вы не хотите ее слышать. Вы не хотите ее слышать. Не хотите слышать. Но она придет. Она придет. И ее не остановить. Ничто не остановит подлинное братство и равенство. Это прошение о помиловании нужно лишь подписать. Тебе не понравилась моя оправдательная речь? Жаль. Я впервые был искренним, и у меня это вышло само собой. И в первый раз в жизни. Подпиши, Жюльен. Подпиши вот здесь. Я бы предпочел умереть немедленно, пока еще у меня достают храбрости. Ты не будешь подписывать? Нет. Нет, я не подпишу. Ты обличитель так называемого лицемерия. Ты и есть самый отъявленный лицемер. Прошу тебя, сделай над собой еще одно усилие. И опять постарайся быть искренним. В последний раз. Ты любишь эту женщину. Ты ее любишь и всегда любил. Ты думаешь, что хотел убить ее, чтобы отомстить? Или ради любви ко мне? Ты сам себе лжешь. Ты убить ее хотел лишь потому, что ее любишь. Если бы она умоляла тебя подписать прошение, ты бы это сделал. Ты ведь всегда делал то, чего она хотела. Взять даже это гнусное письмо, которое она отправила, чтобы тебя погубить. Даже здесь она снова добилась того, чего так хотела. Покарать себя и погубить тебя. Я ее ненавижу. Жульен, я ее ненавижу. Я проклинаю тот день, когда тебя встретила. Я ее ненавижу. Ты пришла. Молчи. Дай мне на тебя посмотреть. Прости меня, прошу тебя. Прости. Нет, это ты. Ты меня прости. Я всегда любил тебя, всегда. Ты единственная, кого я любил. Твоя рана. Нет. Дай взглянуть, покажи мне. Все прошло, она зажила. Как я мог причинить тебе боль? А я? Как я могла отправить это гнусное письмо? Знаешь, его ведь не я написала. Я его только переписала и поставила на нем свою подпись. Мне так стыдно. Прости. Меня мучила ревность. Я ревновала к твоему счастью с этой девушкой. Теперь ты можешь мне все рассказать. Ты единственная, кого я люблю. Единственная, кого я когда-либо любил. Есть только ты. Не плачь. Я дала много денег теремщику. И теперь целых два месяца смогу приходить каждый день. Прошение надо подписать, Илья. Ты обещаешь приходить? Да. Мы с тобой будем вместе целых два месяца. А после расстанемся. Что ты хочешь этим сказать? Ничего. Я подпишу, но при одном условии. Никогда. Никогда ты не станешь покушаться на свою жизнь. А что, если умереть вместе прямо здесь? Нет. Нет. Лучше эти два месяца я проведу тут с тобой. Поклянись, что так будет. Клянусь. Правда. Я так счастлив. Ты будешь со мной каждый день? Да. Каждый день. Каждый день. И ты был со мной каждый день. Я так чувствую. Нет. КОНЕЦ Госпожа Дореналь. Она в саду. Прошение отклонили. Ему я ещё не сказала. Мне кажется, он будет даже рад. Почему он хочет умереть, вы знаете? Вам он говорит больше, чем мне. Не может быть. Прошение отклонили. Мне всё известно про каждое из ваших посещений. Сколько раз вы приходили, как долго там с ним оставались. Я сделала так, что за вами следят. Поначалу я много плакала и устраивала ему ужасные сцены. Но потом переменилась. Может, повзрослела. И я поняла, что вас он любит сильнее, чем меня. А ведь вы причинили ему столько зла. Немало нужно сил, чтобы всё это принять. Но я справилась. Я приняла. Вы, может быть, удивитесь. Но так, как сейчас, я его не любила ещё никогда. Да, мне это понятно. Боже мой. Прошение отклонили. Почему вы не пришли к нему вчера? Порой мне бывает слишком плохо, чтобы… Чтобы делать вид, будто вам хорошо? Да. Завтра приходите непременно. Это очень важно. Он рад только вашим посещениям, хотя и старается показать, что рад и мне. Дайте мне вашу руку, я хочу на неё опереться. Жюльен, увы, родился не в то время, не в том месте, где следовало бы. Благородство по крови, которым он не обладал, он стремился заменить благородством сердца. Вот почему он хочет умереть просто без прикрас, чтобы быть достойным вас и вашего ребёнка. Отец завтра едет в Сен-Клоу, к королю. Помилование – наш последний шанс. Может, стоит поехать и мне? Брошись к нему в ноги, стану молять. Я бы тоже хотела, но Жюльен запретил. Да, вам, но не мне. Скажу, что я заставила его ревновать, что на суде он солгал, чтобы меня защитить, и во всём виновата лишь я. Ведь были случаи помилования. Жюльен ненавидит шума.